Здравствуйте, друзья! Вы на канале врача-психиатра доктора Джорджа Горбатова. Сегодня у нас 3 февраля 2024 года, суббота. Местное время 16 часов 52 минуты, Киевское и Московское 18 часов 52 минуты. А я, доктор Джордж Горбатов, продолжаю чтение глав из интереснейшей книги профессора У. Ф. Барретта под названием «Загадочные явления человеческой психики». Перевод с английского М. В. Райх под редакцией Н. Д. Виноградова издана московским книгоиздательством в Москве в 1914 году. Итак, сегодня я зачитываю вам главу 4 из этой книги под названием «Игра в желание», «Виллинггейм» и так называемое «Чтение мыслей». Несколько лет тому назад салонное развлечение, называемое «Виллинггейм», было любимым времяпрепровождением и породило множество споров и толков в обществе. Некоторые лица отличались большой искусностью в чтении мыслей, и немногие стали профессиональными исполнителями этого искусства. Общество было сильно мистифицировано. Некоторые рассматривали новое искусство как обман, другие считали, что замечательный успех, достигнутый в частных кружках, исключал возможность обмана и являлся очевидным доказательством неподдельной «передачи мыслей», взято в кавычки «передачи мыслей». Но обычный метод новой забавы допускал более простое объяснение. Исполнитель с завязанными глазами, мы можем назвать его перципиентом, должен был выполнить что-нибудь задуманное другими лицами, секретно от него, например, найти спрятанный предмет, выбрать определенное лицо или написать цифру на черной доске. Кто-нибудь из присутствующих, знавший секрет, назовем его агентом-посредником, клал руки слегка на плечи или лоб перципиента, иногда он брал руку последнего и клал ее себе на лоб, и затем думал с напряжением о требуемом, не делая, однако, сознательных усилий к руководительству. Если перципиент был хорошим субъектом, и его ум оставался пассивным, он редко не выполнял задуманного, но не мог объяснить, как он выполнил требуемое от него оба. И перципиент, и агент-посредник были одинаково удивлены, и неудивительно, что те, кто принимали участие в забаве или эксперименте дома были убеждены, что действовало нечто вроде психического беспроволочного телеграфа, независимого от внешних чувств. Вот, например, некоторые эксперименты, проделанные на Пасхе 1877 года. Я присутствовал на них с моим другом, покойным Лоасоном Теттом, знаменитым хирургом. Субъект, медик, оставил комнату и удалился в такое место, где не мог ни видеть, ни слышать, и мы согласились на том, что, вернувшись, он должен отодвинуть каминный экран и затем вернуть его на прежнее место. Мой хозяин, хирург, назвал субъекта, позвал субъекта обратно в комнату, положил руки вокруг его талии и думал про себя о том, что следует субъекту выполнить. После нескольких моментов нерешительности последний выполнил в точности то, что мы мысленно желали. Среди многого другого мы желали, чтобы субъект открыл один из нескольких газовых рожков. Он выполнил это в точности, причем не было произнесено ни единого слова. Один из нас лишь слегка прикасался руками к объекту, как раньше. В данном случае трудно понять, как мускульное чувство могло привести к поднятию рук и правильному выполнению желаемого. Однако субъект может получить указания путем невольных жестов или взглядов от тех, кто знает, что должно быть выполнено. Это тогда, когда у субъекта не завязаны глаза, но и завязывание глаз часто недействительно, ибо производится плохо и легкомысленно. Тридцать лет тому назад два профессиональных чтеца мыслей в кавычках некий Бишоп и некий Кумберленд достигли широкой известности своими представлениями перед публикой и знаменитыми учеными. Небольшая комиссия из выдающихся людей, среди которых был сэр Фрэнсис Гальтон, Джон Джон Романес и другие, подвергали тщательному критическому исследованию способности Бишопа. Отчет этой комиссии, написанный Романесом, был опубликован в научном журнале «Нэйша» за 23 июня 1881 года. Следующая выдержка из этого отчета представляет интерес. Эксперименты производились в большой гостиной в доме профессора Крума Робертсона. Цитата. «Сначала я увел Бишопа из комнаты, пишет Романес, в переднюю, внизу лестницы, где я завязал ему глаза носовым платком, и для того, чтобы сделать это вполне надежно, я всунул кусочки ваты под носовой платок с нижней стороны глаз. Во всех последующих экспериментах Бишоп оставался с завязанными таким образом глазами. В то время, как я был занят завязыванием глаз, Альфред Сиджвик спрятал небольшой предмет под один из нескольких мохнатых ковров, лежавших в гостиной. Было условлено заранее, что он может выбрать для этой цели любой предмет и спрятать его в любом углу гостиной, где ему в данный момент заблагорассудится. После того, как он сделал это, открыли дверь к гостиной и раздался сигнал «Готово!». Тогда я провел Бишопа вверх, по лестнице и передал его на руки Сиджвику, который в эту минуту стоял на середине между двумя гостинами, повернувшись спиной к ковру, скрывавшему под собой спрятанный предмет, и на расстоянии от него около пятнадцати футов. Бишоп взял левую руку Сиджвика, положил ее себе на лоб и попросил его неоступно думать о месте, где был спрятан предмет. Простояв неподвижно около десяти секунд, Бишоп вдруг повернулся лицом в обратную сторону и живым бодрым шагом направился от Сиджвика по прямой линии к ковру, приподнял его и взял предмет. Проделывая все это, он не обнаружил ни малейшего колебания, так что по всем видимостям казалось, будто Бишоп знал столь же хорошо, как и Сиджвик, точное место, где лежал спрятанный предмет. Конец цитаты. Не составляло никакой разницы, был ли предмет помещен на высоком или низком уровне. Затем Романес описывает эксперимент, в которых Бишоп успешно локализовал любое небольшое пятно, о котором думали присутствующие, на теле какого-нибудь из членов комиссии или на каком-нибудь столе или стуле. В заключении установлено, что во всех этих испытаниях Бишоп оставался с действительно завязанными глазами и был лишен возможности получать прямые указания. Его успех был вне всякого вопроса весьма поразительным. Тем не менее, этот успех Романес объясняет следующим образом. Цитата. Бишоп истолковывал сознательно или бессознательно указания, передававшиеся ему непроизвольно и незаметно для самих передающих мускулами субъектов. Ошибки имеют место тогда, когда субъекту, то есть агенту-посреднику, завязывает глаза, и он теряет направление, или когда связь между Бишопом и субъектом слабая и вялая. Комиссия подвергла затем Бишопа испытанию с целью убедиться, обладает ли он исключительной степенью осязательной чувствительности или способностью различать между небольшими колебаниями противодействия и давления. Ничего подобного не было установлено, и в действительности он обладал, скорее, меньшей чувствительностью осязания, чем некоторые члены комиссии. Его успех не был, следовательно, обязан этой причине и объяснялся тем, цитата, что он уделял большее внимание субъекту, что бы под этим не подразумевалось. Успешный исполнитель, кто бы он ни был, также не всегда сознает, что им руководит мускульное чувство. Так, доктор У.Б. Карпентер, физиолог, в следующем номере Нейшер рассказывает, как он сам равно, успешно нашел задуманную другими карту. Он тщательно вникал, не подметит ли он какого-нибудь физического руководительства, но не мог сказать, каким образом ему удался правильно выбор карты. Несомненно, это чрезвычайно замечательный факт, как подчеркивает Романес, что Бишоп и другие успешные «штецы мысли» в кавычках бессознательно и почти моментально интерпретируют незаметные мускульные движения производимые бессознательно агентом-посредником, что центр тяжести лежит в большинстве случаев в мускульном чувстве очевидно из следующих экспериментов, которые может произвести каждый и которые я испробовал много лет тому назад с одним искусным «штецом мысли», опять в кавычках, любителем, тогда молодым человеком, теперь он член парламента от Ирландии. Положите кусочек ваты между пальцами агента-посредника и плечом или головой перципиента, и в большинстве случаев не получится успеха, если вата не будет так сильно придавлена, что прессованная ткань станет проводником колебаний давления. Предложите мнимому чтецу мысли назвать вслух цифру, задуманную вами, или место, где спрятан предмет, и он не может выполнить этого. Фактически, он сознательно не знает ничего о том, что ему следует сделать, а руководствуется бессознательно легкими различиями в прикосновении руки агента-посредника. Завяжите глаза агенту-посреднику, а не перципиенту, и если первый потеряет направление, как указывает Романес, эксперимент не удается. Соединение агента и перципиента свободно висящей веревкой эксперимент не удается, хотя он может пройти успешно при соединении их проволокой, которая способна передавать колебания напряжения. Пассивный перципиент есть автоскоп агента-посредника. Необходимо сказать в заключении одно-два слова о публичном выступлении, так называемых «чтецов мыслей», взято в кавычках. Выступление Бишопа и Кумберленда несколько лет тому назад, как уже выяснено, было интересным проявлением бессознательного мускульного руководительства, приближавшимися, возможно, в том или другом случае, к началам действительной передачи мыслей. Другие публичные выступления, вроде выступлений цансиксов, нельзя объяснить так же, ибо исполнители удалены друг от друга. Здесь возможны лишь два объяснения телепатия или плутовство. Характерная особенность всех неподдельных телепатических явлений, как теперь известно, это их трудная уловимость. Иногда мы не знаем, почему достижим большой успех в телепатических экспериментах, а в другие разы с теми же самыми лицами и, по-видимому, при одинаковых условиях получается плачевная неудача. Очевидно, публичный исполнитель не может зависеть от столь колеблющейся и ненадежной способности. Публика приходит посмотреть представление и не должна испытать разочарования, поэтому весьма маловероятно, чтобы публичное выполнение так называемого чтения в мысля было неподдельным обнаружением телепатии. умно подобранная система сигналов не знает такой ненадежности, и когда исполнитель и его субъект приобрели опытность в пользовании этой системой, они могут провести самых пытливых зрителей. Система или кодекс сигналов состоит, например, в реакциях вопроса «Видите ли вы это?» Вопрос «А теперь вы видите?» Опять вопрос «Что это такое?» Вопрос и так далее. Или в различных легких звуках или движениях, производимых исполнителем. Один из так называемых публичных исполнителей, субъектом которого была молодая, по-видимому, загипнотизированная девушка, приводила публику в изумление несколько лет тому назад. Она дала для меня частное представление, для которого я заручился помощью стенографиста, скрытого от исполнителей. Мы были свидетелями интересного представления, и исследование стенограммы затем обнаружило существование чего-то вроде словесного кодекса, хотя мы и не могли разгадать его вполне. Представление ЦАНСИКСов и одного или двух других специалистов гораздо более замечательны и загадочны. Каким методом они пользуются, остается тайна. У меня был случай проверить критические действия ЦАНСИКСов во время частного их выступления в Дублине, и они любезно предоставили себя в распоряжение членов Комитета Общества Психических Исследований в Лондоне, выступив в помещении выбранным комитетом. Я был лишен возможности присутствовать на сеансе, но у меня был лучший заместитель, один член Совета Опытный Мак. Комитет не пришел ни к какому определенному заключению. Некоторые эксперименты походили на неподдельную телепатию и, возможно, что в известной степени она существовала между двумя выполнителями. на то обстоятельства, что М. Цан-Сик настаивает на своей роли передаточного агента и почти полнейший успех опытов отличает их от экспериментов с подлинной передачей мысли, которые будут описаны в следующей главе. Кроме того, нельзя ожидать сколько-нибудь ценных научных результатов от лиц, выступающих в платных публичных представлениях. Тем не менее, каждый доверяет гораздо больше тому, что он сам видел, чем тому, что он читал. Так, один ученый и критически мыслящий друг, насмехавшийся над доказательствами в пользу телепатии собранными трудами общества психических исследований, сообщил мне некоторое время тому назад, что уверовал в реальность телепатии. На мой вопрос, как это с ним случилось, он рассказал мне, что был свидетелем одного публичного сеанса чтения в мыслях. Этот сеанс оказался стоящим на гораздо более низком уровне по сравнению с искусством сан-сиксов, но устоял перед критикой моего друга. Ну, вот такая вот статья. Правда, интересная, но описание не очень подробное и объяснение самое главное, вот, объяснение не совсем внятное и понятное. ну, читаю, слушайте. На этом я, доктор Джордж Горбатов, завершаю чтение этой главы. Хочу сообщить, что вы находитесь на, или находились, или находитесь на канале врача-психиатра доктора Джорджа Горбатова на платформе Ютуб. Доктор Джордж Горбатов является пионером кибер-психиатрии. Надеюсь, что эта глава, читанная мной, не будет переделана в чисто аудио, скажем так, ролик, да, и в виде подкаста с удаленными данными, кому принадлежит это чтение, кто читает, вот, будет размещено где-либо, где-либо, надеюсь на это. Вот. Итак, я, доктор Джордж Горбатов, завершаю чтение, благодарю всех слушателей этого ролика, вот, а особенно сердечная благодарность выражается потенциальным слушателям. Думаю, что этот ролик будет посещаем намного интенсивнее, чем другие, вот. Ну, желаю вам удовольствия, но опять хочу повторить, там, кто-то просил, чтобы я дал свои комментарии. Значит, мысль интересная, тема интересная, но, 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 описание, самое главное объяснение, трактовка, каким образом происходит, значит, этот сеанс, вот, как-то она не расширена и не совсем понятна, то есть, остается больше вопросов, чем ответов на них. Итак, слушайте. До свидания. Продолжение следует...